Привет, друзья! Меня зовут Катя, а вы на моём YouTube-канале Katja Loves Austria. Я, кстати, гид в Австрии, живу здесь уже более 8 лет, знаю об Австрии не всё, но очень много и постоянно учусь. Сегодня я нахожусь в Heiligenblut, и не просто так, а потому что мы только что съехали с высокоальпийской дороги Großglockner. Дальше в видео вы увидите, что там и как там. Королева панорамных дорог, знаменитая высокогорная дорога Großglockner, ведёт через горные массивы национального парка Höertown, высокий таун, к высочайшей вершине Австрии, Großglockner. Дорога длиной около 48 километров начинается в коммуне Fusch-Andegrossglocknerstrasse на высоте 805 метров, а заканчивается в коммуне Heiligenblut на высоте 1301 метр и представляет собой головокружительный серпантин из 36 поворотов. Сейчас ширина трассы составляет 7,5 метров, годовая пропускная способность до 350 тысяч автомобилей и около миллиона человек. Привет, друзья! Угадайте, где мы находимся? Филип, где мы находимся? На Großglockner-Hochallstrasse. Это высокогорная альпийская дорога около горы Großglockner. По-моему, это самая высокая точка в Австрии, куда можно на машине доехать. Вот у нас прекрасный вид на Целесе, Целемсе. Сегодня не такая супер видимость, но все видно пока. Надо сказать, мы рискнули очень сильно, потому что сегодня обещали дожди. Наверное, они и придут, но тогда бы мы вообще ничего не увидели. Ну, здесь эта дорога построена между войнами в 30-х, наверное, годах, как проект австрофашизма, можно так сказать. Было очень много... Не все знают, но до прихода Гитлера в Австрию уже был фашизм. Да. Это был проект, типа, чтобы у людей была работа, было много безработицы. Тогда и решили такой мегапроект, дорогу через самую высокую гору Австрии. И не только, чтобы была работа, а, наверное, чтобы было чем гордиться. Ну, это да. Сегодня в это трудно поверить, но когда в 1924 году группа австрийских энтузиастов представила план строительства дороги через перевал Хох-То, его не сразу восприняли серьезно. В то время в Австрии частные автомобили были люксом. Только в августе 1930 года идея получила поддержку властей, которые во время мирового экономического кризиса хотели создать дополнительные рабочие места. Здесь задействовали 4000 рабочих. Дорога строилась 5 лет, а точнее 26 месяцев работы. Но уже в момент открытия 3 августа 1935 года стало понятно, что она стала монументальным символом Австрии. С 2015 года она находится под защитой в качестве памятника культуры и истории. А с 2016 года является кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сзади нас находится самая высокая гора Австрии Глоск-Локна, но, к сожалению, из-за облаков ее сегодня не видно. Филипп, какая высота Глоск-Локна? 3798. Да, это самая высокая гора Австрии. Гора находится на стыке федеральных земель Тироль и Каринтия. Есть несколько версий происхождения названия этой горы. Кто-то считает, что вершина Гроск-Локна похожа на перевернутый большой колокол, Гроск-Локна, поэтому и имя ему «Большая колокольня». Другие, что название значит «шуметь», «грохотать» от «клокн». Кто же и зачем приезжает сюда, на эту высокоальпийскую дорогу Гроск-Локна? В первую очередь, это автомобилисты на своих спортивных автомобилях, как мы, мотоциклисты и очень много железных велосипедистов. Они вообще герои, по-моему. Кроме того, здесь есть очень много ресторанов, и, конечно же, здесь даются комнаты, и здесь можно ходить в горы, опять-таки. Вы будете смеяться, но в Австрии очень много возможностей ходить в горы, и австрийцы любят это дело. Кроме того, здесь есть несколько небольших музеев и разные пункты, где вы можете знать больше о геологии, о растительном, животном мире. Внизу есть даже зоопарк альпийский. И еще для многих магнитов является, конечно же, ледник. Ледник, на котором не катаются на лыжах, и ледник, который исчезает с годами. Это очень грустное зрелище, к сожалению. Филипп, расскажи, когда дорога открыта, когда закрыта. Неужели круглый год? Нет, но только летом открыта. По-моему, с апреля по сентябрю. Потому что зимой тут по понятным причинам, от того, что это так высоко, здесь лежит снег. И мы сюда несколько раз приезжали кататься на лыжи. Здесь есть внизу городок Хайлигенблюд, как святая кровь переводится. И это такой традиционный лыжный городок. И есть возможность кататься прямо по альпийской дороге, кроме спусков других. Хайлигенблюд подъемники поднимаются до высоты 2900. Достаточно высоко. Но из-за того, что это все, как это, национальный парк. Национальный парк. Национальный парк. Там нельзя, типа, построить крутые, там, инфраструктуру на горе, как в других курортах. Но тот, который любит ездить, типа, по неизделенным дорогам, если хороший снег, то здесь это хороший курорт. А тут видно даже вот один из подъемников. Вот здесь вниз. Вон другой подъемник. И там можно прямо по штрассе, по глазках на дорогу на лыжах кататься. Там даже видно эти варьеры и так далее. Можно на лыжах по дорогам. Филипп сказал, что тут не такая хорошая инфраструктура, но тем не менее наверху есть ресторан. Не, ну, все есть для удобства. Это просто не так... Не люкс, да? Ну, не так много, как в других. В других сумасшедшем много подъемников разных. А здесь, типа, два-три спуска в самый низ. И с другой стороны еще есть через туннель. Туннель тоже, потому что там нельзя строить наверху что-то, потому что национальный парк. Но достаточно хорошо можно кататься. Да, и при этом, как я помню, по-моему, он не из самых дорогих. Такой по стоимости средняя цена, как на подъемники, так и на апартаменты. Это да. Не супер дорого. И для того, что есть, даже хорошая цена можно сказать. Главная точка притяжения туриста в центр кайзера Франца Йосифа. Отсюда открывается вид на самый длинный ледник на востоке Альп – Пастеце. В центре очень приятно погулять по горным тропам, наслаждаясь окружающей обстановкой, покормить забавных альпийских сурков и зарядиться положительными эмоциями. На этой самой высокой парковке возле ледника мы в прошлый раз видели очень много сурков. А по-немецки они, кстати, называются Murmeltier. Я так рассчитывала их увидеть здесь. И если вы не поняли, о чем я, то это тисами зверятка еще захортают шоколад. Но мы их сейчас не встретили. Мы увидели парочку, но очень высоко. И они не хотели к нам ближе подходить, к сожалению. Вот он, ледник Пастеце. Тает со стремительной силой. Но там даже видно еще до какой высоты он был. Там, где эти камни, тут, ну, где еще серые сверху, то туда он был. И он покрыл всю эту долину до... Вы только что видели фуникулер, уезжающий вниз. Дело в том, что здесь можно еще на фуникулере поехать туда в долину и пройтись к леднику, собственно. Мы сегодня этого не будем делать. Мы здесь уже не первый раз. Посмотрите, я сейчас сниму людей, которые там ходят далеко-далеко. Холодно-холодно. Но, конечно, основное, зачем приезжают люди на дорогу Гроссглокна, несомненно, за завораживающими панорамами. Стоимость проезда по дороге на легковом автомобиле составляет 37 евро. На мотоцикле 27 евро. Есть также месячные карты, сезонные карты и много различных скидок. Об этом ниже в описании к этому видео. В общем, подписывайтесь на мой канал. Я жду вас в Австрии. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо.